Дамы и господа, доброго времени суток! Меня зовут Митя Зетт, а это значит, что укоротители дисперсии в очередной раз выходят на свое боевое дежурство. И, конечно, не забываем, что все наши встречи происходят исключительно благодаря существованию такого замечательного покерного портала, как PokerAbility.ru. Для тех, кто впервые нас слушает, я такой небольшой экскурс проведу в историю создания нашей программы. Да, мы встречаемся с самыми успешными, с самыми значимыми фигурами русскоязычного покерного комьюнити. Цель? Мы хотим, чтобы эти люди помогли нам раскрыть главную покерную тайну. Как зарабатывать деньги с помощью покера, как расти по лимитам. Ну и просто познакомиться с теми, кто уже чего-то достиг, я думаю, никогда не бывает лишним. И сегодня у меня в гостях один из интереснейших представителей русскоязычного или, можно даже сказать, не совсем русскоязычного комьюнити. Потому что мой сегодняшний гость из нашей братской Украины. Посему он мне даже так по секрету сказал, что испытывает некоторый комплекс по поводу хорошего знания русского языка. Ну не знаю, мне кажется, что это некоторое кокетство. Ибо говорит он на русском, по-моему, замечательно. Так что, Костя, нечего тебе переживать. Все бы так по-русски говорили. Ну хватит слов, давайте переходить к делу. Костя уже здесь, он готов вступить со мной в диалог. Костя, привет. Да, Дима, привет. Ну и в самом начале небольшой рассказ о себе. Расскажи, что ты сейчас делаешь в покере, что ты собой в покерном смысле являешь. Ну, на данный момент я играю, как бы, ничего такого сверхъестественного. Играю с Тарзы, с Zoom 500 и с вылазками на 5К. Вот. Ну, на самом деле на 5К много не играю по причине основное, что у меня нет скрипта. И, ну, то есть я как бы этим не заморачивался из-за того, что довольно много времени сейчас определяю другим делам. И, как бы, я в этом, честно говоря, даже не разбирался в скриптах и расценках, и как оно все работает. Ну что ж, готов ли ты положить в очередную колбу нашего музея свою историю знакомства с покером? Чтобы уже полностью освободиться от традиционных вопросов, вот еще один. Расскажи, как это все случилось, как покер вошел в твою жизнь? Я знаю, что твоя история не очень обычная. Ну, вообще история давняя. То есть история пошла вообще очень далеко. Я в студентские годы начал заниматься бальными танцами, пошел в кружок бальный и там познакомился с девушкой. Она мне очень понравилась, и случилась ситуация, что я узнал, что она едет в Америку по программе обмена студентской. Вот. И, как бы, ну, я понял, что мне надо ехать с ней, чтобы ее не упустить, и поехал с ней. И мы там провели лето, хорошо разнакомились, вот. И параллельно там мы по вечерам играли в покер, вот. Играли в основном, ну, мы жили в такой, как, я не знаю, хостел какой-то территории, и играли в покер по 2 доллара с людьми, которые, в общем, обслуживали там гостиницу и аквапарки и так дальше. То есть, ну, мы там работали спасателем, и вот, работали с этими всеми людьми вместе, и, как бы, по вечерам играли по 2 доллара. Вот там я познакомился с этой игрой, и вот там, как бы, так все и началось. После этого у меня появился интерес, я приехал во Львов, я купил в Америке наборчик, мы начали с друзьями играть регулярно, и, как бы, вот с этого все и началось. История у тебя такая необычная, прямо скажем, уникальная, достаточно романтичная, и, с моей точки зрения, достойная хотя бы короткометражного, но все-таки фильма. Так, ну, а как же все-таки ты попал в онлайн в результате? На самом деле, как бы, в онлайн меня привел мой брат, из-за того, что он первый начал гуглить, что такое покер, и что это вообще такое, я относился к этому, как, в принципе, как в игре в казино, и как всяким, там, другим разновидностям карт, и, как бы, не отнесся к этому серьезно. Вот, ну, мой брат нашел покер-стратеджи, нашел, там, вот этот полтинник, вот, я его слил, потом мой брат его не слил, он начал заниматься турнирами, потом кешом, и так плавно мы там сделали еще один аккаунт на меня, еще один полтинник, я уже начал играть турнир и так дальше, и плавно-плавно-плавно я перешел в кеш и начинал вот играть с самых низких демитов, с NL2. По сути, через брата, из-за того, что, ну, он, как бы, нашел информацию и объяснил мне, что это действительно, этим можно регулярно зарабатывать на жизнь. После Америки, как бы, где-то год мы еще играли, у меня еще не было никакого дохода, и мы играли просто вот эти хоум-геймы, там, по доллару, поскольку получалось, то есть иногда вообще бесплатно, просто с друзьями. Вот, после этого, где-то после курса четвертого я пошел на работу, я учился на программиста и пошел работать программистом. Вот, и параллельно, пока я работал, меня хватило на этой работе 9 месяцев я проработал, вот, вот, и параллельно я по вечерам, по 2-3 часа уже играл, старался серьезно играть в кеш на NL2, вот, и до момента, когда я решил увольняться с работы, я уже играл, не помню, то ли NL25, то ли NL50, и заработок у меня уже был в районе 500 долларов в месяц, что, в принципе, было то же самое, что я зарабатывал на работе, вот, я так себе подумал, что почему бы не уйти с работы, если я на работе зарабатываю те же деньги за полный рабочий день, а покер, это как бы, ну, я заработаю сейчас уже за 2 часа в день 500 долларов, а если я пойду по лимитам выше, то явно и буду играть не 2 часа в день, а 8 часов в день, как минимум, то есть мои заработки сильно возрастут, и пришлось мне, пришла такая идея кинуть работу, конечно, думаю, ни для кого не секрет, это понятно, что все были в шоке, родители, там, все, кто меня знал, там, ну, все подумали, что я, типа, слетел с катушек, вот, и, ну, 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 как бы я это ожидал, и ничего такого, думаю, почти все покеристы где-то проходили, был такой момент у всех профессионалов в определенный период. Ну, да, все проходили, ну, а вот разочарование не последовало ли вот после такого решения, то есть, вот, да, ты бросил работу, очень многие, начиная зарабатывать деньги на каких-то начальных фазах своей покерной карьеры, чувствуют какой-то экстаз, да, все, я теперь богат, вот, а лишившись там работы, учебы, потом жалеют и думают, блин, так что ж такое-то, даунсвинг за даунсвингом, сплошное разочарование, денег все меньше, и что-то я не то сделал, у тебя не было таких вот моментов? Нет, у меня, как бы, не было, ну, во-первых, ну, как бы, я уже 9 месяцев все-таки катал, и катал, насколько я помню, все эти 9 месяцев откатал в плюс, вот, и, как бы, так, на глаз прибыль росла, я, как бы, ну, я двигался по лимитам вверх, то есть, как бы, причин каких-то, ну, просадок, ну, как бы, не было. Играл по банкролу, читал книги, там, этого Дости Шмита и так дальше, вот, то есть, был в курсе дела, то есть, не делал каких-то резких движений, то, что случилась одна неприятная ситуация, где-то, как раз, когда я уволился, через 3 месяца случилась эта черная пятница, я играл тогда на ФТП, вот, и, как раз, у меня был банкрол что-то между 3 и 4К, и он, конечно, весь завис, вот, вот, это был момент довольно панический, из-за того, что, ну, как бы, родители сказали, видишь, мы тебе говорили, это все какой-то развод и так дальше, но все-таки я решился одолжить у них 600 долларов на Депп на Сторзы, вот, они мне, как бы, одолжили, но они уже так за мной присматривали очень, не стал ли я полным лудоманом, который по чуть-чуть будет продавать квартиру, вот, ну, лудоманом я не стал, деппнул, отыграл бонус и продолжил свое движение вверх, и, ну, и оно было очень, очень, как бы, быстро из-за того, что, ну, так, чтобы не соврать, то есть, если мой рабочий день был 10 часов, это, это халявный рабочий день, то есть, если я откатал 10 часов, это, как бы, очень мало, то есть, в основном я катал 12-14 часов, вот, то есть, работал я очень много, и, ну, во-первых, у меня был энтузиазм, я был молодой, и, как бы, столько денег получать, как бы, там уже шло к тому, что тысячи, две тысячи в месяц, то есть, в долларах, в моей стране это очень большие деньги, там, в возрасте, сколько мне было, там, 22 года, я не помню, сколько, вот, то есть, ну, это было очень круто, и, как бы, мотивация была, просто, просто зашкаливала, вот, поэтому, ну, поэтому, как бы, никаких даун-стриков не было, серьезно очень подошел, работал, и, как бы, вообще, практически с дома не вышел.